Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Сегодня день памяти жертв политических репрессий против казачества. К жителям республики обращается глава Карачаева, Черкесии Рашид Семрезов. В этот день в 1919 году была подписана так называемая директива о расказачивании, которая перевела к репрессиям тысячам загубленных жизней, ссылкам и лишениям. Большие потери понесло и потолпашинское казачество. Подобным трагедиям, которые пришлось на долю многих народов, нет срока давности. Сегодня мы склоняем голову перед памятью невинных жертв машины политических репрессий. Наша общая задача – беречь межнациональное согласие, в укреплении которого потолпашинский отдел кубанского казачьего войска вносит свой немалый вклад. В Покровском храме города Черкеска состоялся митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий против казачества. Мероприятие принял участие атаман кубанского войскового казачьего общества Александр Власов. Репортаж Али Баташева. Ежегодно эта скорбная дата собирает людей разных национальностей и вер. Красные гвоздики, венки, корзины с цветами. Минута омолчания в память о казаках, ставших жертвами репрессий со стороны государства. 24 января 1919 года вышла директива Якова Свердлова. В этом циркулярном письме предписывалась беспощадная борьба с казачеством, вплоть до его полного уничтожения. С этого дня начался целенаправленный и изощренный геноцид казачьего народа, который был объявлен опорой самодержавия и контрреволюционным сословием. Изучая исторические справки, все то, что происходило более ста лет назад, когда под корень уничтожался целый народ, дети, женщины, старики, без вины были убиты. Все это сложно сейчас подбирать слова, но для чего мы проводим такие мероприятия, это в первую очередь, конечно же, память должна жить в народе о тех событиях. И самое главное, не повторять тех ошибок. Расстрелы и депортация дополнялись экономическим террором. Людей лишали имущества, отбирали скот, землю, по сути, обрекая оставшихся в живых на голодную смерть. Так произошло с семьей казака Евгения Коломийцева из станицы Зеленчукской. Мои предки зажиточные были казаки, хотя принимали участие в гражданской войне на стороне красных. Были такие времена, но затем впоследствии пострадали. Дед был репрессирован, содержался в армавирской тюрьме. А на плечах бабушки осталось четверо маленьких сыновей. Трагедия унесла жизни более миллиона казаков. Даже спустя столетия казачьи станицы Карачаева-Черкесии не могут восстановить свою былую численность. Уничтожению были подвергнуты целые фамилии, семьи. Большие потери понесло православие, поскольку казаки были хранителями и защитниками православной веры. Мы должны с вами продолжать ту традицию, которую заложили наши отцы и деды. Что это за традиция? Это, конечно же, верить в Бога, быть верными Богу. Это традиция быть верными своему Отечеству. Это традиция быть верными своим предкам. И вот пока мы живы, мы должны обязательно молиться о них. Мы должны обязательно их поминать. Мы должны обязательно помнить о них. Уважаемые братья и сестры, ваша скорбь – это всегда была нашей и наша вашей. И мы столетиями жили в мире согласия и взаимоуважения. Боль, которую пришлось пережить казакам, близка и понятна многим народам России, в том числе братским народам Карачаева-Черкесии. Помимо казаков, в жернова репрессий в первой половине 20 века попали карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары и другие. Отрадно, что справедливость восторжествовала, и бесчеловечные репрессии были признаны государством незаконными. Казачество пережило страшную трагедию. Это действительно ужасное время было для нашей страны. Но тем не менее, сегодня мы видим, что казачество возродилось. Казачество укрепило и возродило свои традиции, обычаи. И сегодня является надежным защитником нашей Родины. Сегодня бок о бок со всеми народами казачество защищает нашу Родину и укрепляет тем самым и межнациональный, и межконфессиональный мир нашей великой страны. По традиции, траурное мероприятие завершилось возложением венков и цветов к памятнику казакам, погибших в годы репрессий. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Черкесске без осадков, ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 6 градусов мороза, а днем до 4 тепла. В Карачаево-Черкесии стартовал месяц патриотической спортивной и оборонно-массовой работы. В Республиканском колледже индустрии питания, туризма и сервиса он пройдет под особенным девизом «Святое дело Родине служить». За это время запланировано много мероприятий патриотической направленности, в которых активное участие будут принимать студенты. Старт месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы застала Фатима Даурова. Уже стало доброй традицией в колледже каждый понедельник начинать учебный день с церемонии выноса государственного флага России. Право нести один из главных символов страны предоставляется отличникам учебы. А сегодняшняя торжественная линейка еще посвящена открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Это значит, что на классных часах, уроках мужества мальчишки и девчонки будут говорить о гражданственности и патриотизме, будут встречаться с ветеранами войны, участвовать в военно-спортивных играх, эстафетах, заниматься проектами патриотической направленности. Одним из таких стало участие в оказании гуманитарной помощи в поддержку военнослужащим. Например, недавно мы отвозили помощь солдатам, мы писали письма, собирали еду, носки, теплую одежду, отвозили специальный фонд. То есть пытаемся как-то, ну мы волонтеры еще, пытаемся таким образом поддержать наших солдатов, которые сейчас, к сожалению, на войне. За активную социальную позицию и большой вклад в реализацию государственной политики в области социальной защиты ветеранов, а также гражданско-патриотическое воспитание молодежи, колледж индустрии питания, туризма и сервиса был отмечен особой благодарностью Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации. Директор колледжа Виктор Китаов отметил, что работа по патриотическому воспитанию молодежи является одним из приоритетных направлений учебного заведения. Сегодня патриотическое воспитание является одним из приоритетов вообще в области воспитания не только в нашем колледже, но и по всей нашей стране. Мы с вами прекрасно видим и знаем, что сегодня нашей стране нужны ответственные, законопослушные, высоконравственные граждане Российской Федерации, которые любят свою родину и могут ее защитить. И поэтому вся наша работа направлена на достижение, на реализацию вот этих вызовов, которые у нас имеются в нашей стране. Студенческий комитет занимается не только молодежной жизнью колледжа. Председатель Студкома и его заместители являются полноценными представителями педагогического совета и участвуют в обсуждении всех вопросов, которые касаются учебного и воспитательного процесса. Их мнение учитывается руководством и педагогами при принятии определенных решений. Такое сотрудничество обеспечивает взаимопонимание и, как следствие, улучшение показателей в учебе. Фатима Дурова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева, Черкесия. Карачаева, Черкесия дан старт российскому движению детей и молодежи «Движение первых». На днях первыми в ряды движения вступили учащиеся гимназии номер 19 города Черкеска. Министр образования и науки Инна Кравченко отметила, что это начало развития большой истории детского движения в республике. Искренне рассчитываю, что, становясь флагманами движения в регионе, вы своим примером, делами и поступками поведете за собой своих друзей, одноклассников, школьников из других районов республики. Перед вами открываются новые возможности для активной общественной деятельности, подчеркнула Инна Кравченко. В Тиберде скоро появится уникальный ФОК и четыре спортплощадки. Его уникально состоит в том, что это быстровозводимое спортивное сооружение по качеству и сроку эксплуатации, не уступающее капитальным постройкам. При строительстве используются сэндвич-панели, современный материал для строительства каркасных объектов. Это будет современное здание, в котором предусмотрели необходимые помещения для работы спортивного учреждения. Кроме того, в текущем году планируется строительство четырех многофункциональных спортивных площадок в аулах Сарутыз и Вакожили, в поселках Правокубанский и Заречный. За окном января у каждого есть возможность приобрести шубы по выгодным условиям. Сегодня в Черкесске открылась меховая выставка «Снежка», и она будет работать до 21-29 января включительно. Покупателям предоставляется возможность приобрести меховое изделие со скидкой до 30%. Каждый сможет подобрать себе идеальную шубу из огромного ассортимента. Альвина Кураченова-Кенжева подробнее. Если вы еще не утеплились или не успели выбрать что-то по душе, тогда у вас есть возможность это сделать, посетив выставку-продажу «Снежка», на которой представлен полностью обновленный ассортимент меховых изделий. Бонусом вы получаете еще и меховой жилет в подарок при покупке шубы. Рады сообщить об открытии нашей огромной выставки от меховой компании «Снежка» в вашем городе. И самое главное, хочу сказать, что о снижении цен до 30% на весь ассортимент, в том числе и в рассрочку. Все изделия имеют электронный паспорт. Покупатель может самостоятельно проверить всю историю шубы, что она действительно сшита в России. На каждом изделии имеется сертификат. Мы привезли просто огромный, полностью обновленный ассортимент норковых шуб. Такого разнообразия еще не было. Различные модели, фасоны, длины до 66 размера в отличном ассортименте. Будем рады вас видеть. Приходите, примеряйте. Если вас интересует не только стоимость, но и качество меховых изделий, то это точно к нам. Ждем всех на примерку, как жителей Черкесии, так и гостей города. Администратор выставки Анна очень внимательно к каждому покупателю. Она рассказала про выгодные условия рассрочки. На нашей выставке вы можете приобрести любое меховое изделие в рассрочку до трех лет. Без первоначального взноса, без переплат, никаких дополнительных банковских страховок. И при этом при всем вы получаете гарантированно меховой жилет в подарок. На примере этой шубки. Данная модель трансформер. Отстегивается низ изделия. Рукавчик отстегивается. Две длины по цене одной. Ежемесячный платеж составляет по этой шубке 3500 рублей в месяц. Если по этой шубке рассчитывать, то ежемесячный платеж составляет всего 3800 рублей. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Выставка в Черкесске пройдет по 29 января включительно в Центре развития предпринимательства по улице Горького в 8 с 9 утра до 8 вечера. Все дни для вас доступны скидки. Рассрочка на три года. Без первого взноса и переплат. Плюс меховой жилет в подарок. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ошибоков. Вести. Карачаево-Черкесия. Дамбай и Архыз вошли в топ-10 самых популярных направлений на 14 февраля. Курорт Карачаева-Черкесии заняли пятые и шестые места, соответственно, в рейтинге самых популярных направлений на День влюбленных. Самым романтичным городом оказался Сочи. Второе место занимает курорт Красная Поляна, а третье – Санкт-Петербург. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!